Хей-о, чуваки! Вы на канале Даня-Даня-Даня-Даня-Даня! Вот! И сегодня мы снимаем ролик с вашим любимым человеком, которого вы постоянно просите меня сняться в ролике. Ребята, как вы думаете, кто это? Ладно, по названию вы уже поняли, это же, конечно же, наша любимая мама! Вау, потрясёт! Наконец-то! Задний фон, дайте шуму. Дайте шуму, дайте шуму. В общем, сегодня я целый день буду говорить своей маме. Да, я очень боюсь, что с этого выйдет, потому что она у меня сумасшедшая немножко, там, не в себе. Бываю. Иногда. Очень страшно мне сегодня будет, поэтому я готов начинать говорить да тебе вот прямо вот сейчас. Так, вот, мам, твое время началось, у тебя есть 5 минут. Так, ладно, это шутки, всё. Стоим 24 часа и будь что будет просто. Это он зря. А-а-а-а-а. Можно мне тут клыки, капающую кровь. А-а-а-а-а-а. 24 часа. Ну что, ты готова? Естественно, ну как я не могла подготовиться к такому событию почти за 18 лет. От него услышать, да, крайне редко, возможно. Поэтому, значит, сыночек, я хочу, чтобы ты одел вот это. Что это за кое? Это майки подарок. И ты будешь носить это 24 часа, не снимая. У меня самая лучшая мама на свете. Если Даник не будет носить эту майку, он отправится в детдом. У меня есть ещё полгода, чтобы его туда отправить. Ну что, одевай. Реально? Да. Ладно, давай одену. Ну что, я надел майку. Очень красиво, красиво. Не, ну по фасону она, ну, как будто не очень. Так, нормально, скажи спасибо, что я на спине не сделала свою фотографию в полный рост. Ладно, я просто кофту надену, потому что у меня немножко будет холодновато. Ладно. Что на улице ходить нам, скорее всего, придётся, да? Да. Где ещё? Много где. Ладно, я уже начал, можно в целом закончить. Может, ты что-то ещё не придумывала, надеюсь? Ну я не придумала, я не готовилась. А когда ты сказал, что мы снимаем ролик, столько мыслей, столько всего хочу. Ну я не знаю, в 10 утра, а я не завтракала, сыно. Приготовь мне завтрак. Перлись! Ладно, да, я приготовил маме завтрак, поэтому пойдём готовить. Ты со мной или ты тут что-нибудь? Не, я буду отдыхать, залипать в тик-тук, а ты приготовишь завтрак и принесёшь мне его сюда. Ладно. Человек-паук пошёл готовить завтрак, а вы идёте со мной, потому что я один этой книгой заниматься не буду. Погнали! Слушайте, я пока пересматриваю старые ролики, какие же они кайфовые. Но новые будут ещё круче, поэтому быстренько подписывайтесь на канал Даня Потт, ставьте колокольчик и лайк. Если под этим роликом мы соберём 50 тысяч, и я целый день говорю Дане Дау, боже, страшно подумать, что это может быть. Но я сегодня тоже на нём отыграюсь. А я дальше балдею и отдыхаю. Пусть сегодня напрягается Даня Потт. Ну что, Человек-паук пришёл готовить завтрак и спасать этот мир, потому что кое-кто голодный. Вот, и сегодня со мной будет два эксперта, которые будут оценивать мои кулинарные способности. Вот, это Даниэл из Франции приехал вот оценивать еду. И цыганин с молодой Евразией. Здрасте. Они приехали оценивать мою яичницу, вот, посмотрим, что сейчас получится, потому что мы сейчас в Петрашкиной квартире. Стырим его еду, пока он там что-то делает. Так, давайте посмотрим, что у него есть. Яйца. Сколько на домах? Три? Я услышал голос. Три, пока он не слышит. Это пока Петрахка тоже не видит. Для мамы всё самое лучшее, понятное дело. Так, и возьмём сковородочку. Оп, оп. Так, надо подсолнечное масло. Минус балл за это 100%. Почему? Ну, как ты к пробкам относишься? Они тоже пробки, как и ты. А ты кто? А я судья. Окей, сейчас мы получим обратно балл наш. Смотрите, так, мы разогреваем нашу сковородочку, масло разлили. Я попросил мне не подсказывать, я сам разберусь, короче. Берём тарелочку, разбиваем сюда все яйца. Раз. Очень важный вопрос. Да. А ты помыл руки и яйца? Что? Яйца помыл перед тем, как делать яичницу? Ты чём? Ну, вообще помыл дома. Какой-то в душ ходил. Нам нужны вилки. Для чего? Чтобы размешать нашу яичницу. Возьмём чёрную, потому что мы хорошо относимся к вилкам. Плюс один балл за чёрные вилки. Смотрите, делаем это по красоте. Если вы не умеете удивлять своих женщин, а я маму, то вы вообще можете просто, ну, не жить. Идеально сбил. Нет, минус балл. Ты чё, считаешь, что этот ты серьёзно сбил, хорошо? А что не так? Вы, эксперт, охрен, вы. Посмотрите, как он их моет. А что не так? Ой, как они хорошо горят. Да они не должны гореть, минус балл. Они должны поджариваться. Они жарятся. Лопатку намала? Вот такую вот, поварскую. Минус балл. За что? Резанными руками чистую лопатку. Воняет, очень сильно горело. Это не горело, это сосиски как папка. Минус балл. За что? За горелость. Раздаливаем наше яичницу. Ой-ой-ой. Так, у нас же эксперты моют посуду? Минус три балла. Я пошутил. Мы все, что по двадцати балльной. Два восхищу шутку. Короче, наша яичница почти готова. Осталось посолить. Бонжоа. Вот так красиво. Всё, ну она идеальная. Стой, стой, стой. Минус балл. За что? Видишь, тарелка? Резанная. Так она сейчас и так будет жирной. А я там сосиски резал. Минус два по баллу. Оспаривание мне. Если, ребята, я хорошо приготовил яичницу, поставьте лайк, пожалуйста. Я пойму, что вы попробовали мою яичницу. Я помню, я как-то травоносый, меня положили в больницу. Я очень часто, ну, рыгал. И вот это было похоже примерно вот на это. Смотрите. Сейчас будет гениальным. Как будто кролик насрал. А? Оно? Уйди с этой кухни, пожалуйста. One hundred two dollars. Что, завтрак подан, так сказать. Держите. Шикарно. Я проголодалась. Минус балл. Вы откуда здесь? За что? Мы просто твои друзья. Вот мы не можем понять, как могли эксперты вот такое допустить. Давайте я буду экспертом. Ну, все-таки я профессиональный шеф-повар, да? Ну, смотрите. Подача, ну, пять баллов. Ну, посмотрите. Ребенок заморочился с пяти. Пять пяти? Да, посмотрите, как шикарно. То есть, да. Декор тарелки. Капелька. Шикарно. Даник этим в меня пошел. Кайф. Поняли, эксперты? Мама никогда плохого не скажет про своего сына. Я думала, что бывшие друзья тоже про него плохого не скажут. Так на то они и бывшие. Мы вообще к этому не относимся. Мы просто вообще эксперты. Справедливые эксперты. А я справедливый и профессиональный эксперт. И на то должность моя, понимаете, позволяет быть профессиональным экспертом. Сыночка. Очень вкусно. Это супер. Спасибо. Ну что, ты же потом посуду помоешь, да? Да. Ладно, кушай. И задавай там что-то хочешь следующее. Я поела. Даня! Какой же все-таки кайф. Даня! Я покушала. А это что такое? А я больше не могу. Ладно. Я пошел. Почему я всегда посудомойка? Выставляют мне посуду. Почему все люди не пользуются посудомойками? Почему я только что мою стол? Пойдем. Ну что, я посуду все помыл. И что дальше? Вот реально, что дальше? Только с чем плодомка? Лайтовенькая? Не, вообще не эта история сегодня. Слушай. Надо бы пропылесосить. Но я думаю, что ты сделаешь это не очень. А ты не хотел бы мне купить робот-пылесос? А? Да. Я хочу подарить маме робота-пылесоса. Ладно, сейчас закажу. Яху! О, курьер приехал, походу. Что? Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Все, хорошего вечера. До свидания. Ух, что за бандура? Я думаю, не только моя мама мечтает о незаменимом помощнике в уборке, который точно облегчит этот процесс. Таким помощником не только для ваших мам, но и для вас лично может стать идея М9. Почему именно этот пылесос? Прежде всего, у него большая мощность всасывания, целых 4000 паскаль, плюс автоматическое усиление. Есть даже режим уборки швабры под давлением. Этот пылесос убирает пыль, волосы, кофейные зерна, стальные шарики, что угодно. Чем еще крут этот пылесос? Мидия М9 легко может проходить трехмерные препятствия, например, тапочки или мусорные баки. Даже шнуры и маленький повседневный предмет не помешают М9 заниматься уборкой. Все потому, что он создает 3D-среду вашего дома с помощью улучшенного алгоритма навигации и предотвращает застревания или другие неприятности во время уборки. Ребята, у этого пылесоса суперумная швабра с тремя режимами. Первое, когда пылесос заезжает на ковер, он поднимает швабру, чтобы его не намочить. Второе, когда он возвращается на свою зарядную подставку после уборки, он поднимает швабру. Чтобы предотвратить повторного загрязнения. Третье, в процессе зарядки пылесоса единственное, что вам нужно сделать, это поднять швабру, чтобы она смогла высохнуть и не заплесневеть. А еще вы можете дистанционно управлять пылесосом. Мидия М9 прямо в приложении M Smart Home. Выбирать параметры всасывания, влажности швабры, уборки по сегментам и так далее. Пылесосом еще можно управлять через голосовые команды, через Google Ассистент и Alexa. Если вы боитесь, что вам придется его очень часто заряжать, то это вообще не проблема. Потому что Мидия М9 работает до 180 минут при полной зарядке. А если все-таки зарядка как-то закончилась, то он после того, как покроет большую часть помещения, сам автоматически вернется на базу для подзарядки. А незаконченная уборка будет продолжена позже, также автоматически. Друзья, вы можете получить возможность купить робот-пылесос Мидия М9 за 1 доллар. Для этого вам нужно будет поучаствовать в крутой акции, которая находится по ссылке в описании. Кто из вас поучаствует в акции и поделит своим опытом в использовании, робот-пылесоса Мидия М9 получит право на бесплатный заказ. Лично я такой пылесос в любом случае подарил бы своей маме. Несмотря на наш сегодняшний челлендж. А просто так или на любой праздник. Да и сам я бы не отказался от такого девайса. Скорее переходите в описание, оформляйте заказ на робот-пылесос Мидия М9 и обязательно участвуйте в карусельной лотерее. Ну а мы продолжаем. Ну что, как тебе мой подарок, мама? Кайфово, но я хочу еще. Что ты еще пылесос хочешь? Не смеши меня. Нет, не пылесос. Помните, он как-то обещал в одном из роликов записать со мной фит? Да, я хочу фит. Ты же хочешь записать со мной трек? Ну да. Кто-то сказал трек? Чуваки, let's go сюда. Дубл джи, трипл джи, петрашки. Мы сейчас вам такой плотненький трючок навали. Вы просто охеряете. Быстро встали к микрофону прямо сейчас. Подошел ты. Волосатый. Место женщине уступил. Да, то есть волосатый это я. Нет, это он. Чтобы записать плотный дабл джи, трипл джи, петрашка, тайбит трек, вам нужно немножко... Все даже очки на самом деле не помогут. Ты такой... Ну майка выручает, реально майка. Йоу. Йоу. Вот так вот. Дабл джи, трипл джи, эээ. ОК. ОК. Студия, 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 студия брата my homie. Is big dick my fucking class. Нет. Ты такое, ты такое не говори. Ты такое не говори. Сначала немножко честь тупака Шикура. Просто давайте посмотрим на него. Энергии тупака Шикура восполнится. Готовы? Какая дичь. Так, можно начинать? Да, учитель, можно начинать. Туэр Риал Гэмста. У меня есть один плотный биточек Я его урвал У американского Дабл джи, трипл джи, тайбит Почти подпетрашка, но чуть меньше Вы никому не скажете? Нет, это запрещенное что-то же Вставить к микрофону Тихо Не, 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 тихо, тихо Смотришь на тупака и фристайлишь То, что чувствуешь про маму Самое родное, ты понял? Да, ты понял Да, учись Че, херю? Все, чуваки Мы записали реально щит Чуваки, мы записали трек с мамой А если вы хотите его услышать, ребята То давайте наберем под этим роликом Чтобы реально мы увидели, что вы хотите его услышать Да, да, да Давайте соберем Это же ролик с мамой 200 тысяч лайков И тогда мы выпустим вот этот вот офигенный трек, чуваки Ну что, мам Что ты хочешь следующее? Ну я же у тебя модная Модная? Ну, майка Биг Бойс, да Модная, модная Стилевая? Стилевая? Я хочу пирсинг на ухе Пирсинг? Да А, да не меня колоть будут, поэтому поехали Погнали Гоу Ребята, какой пирсинг? Странно Ну ладно, поехали Что-то на старости лет приспичило Приехали в торговый центр для того, чтобы проколоть маме ухо Не знаю зачем, конечно Надо Даже я себя не прокалывал уже нифига Вот в последний раз я язык прокалывал А я себе не прокалывала ничего почти никогда Тогда погнали подниматься в наш салончик и делать Ой, прокалывать ухо Впрочем, у меня сейчас готовится очень-очень интересное что-то И я хочу, чтобы в этом интересном чём-то ты принял участие В чём-то звучит, ну, странно, очень подробнее У меня скоро запускается очень крутой проект И я хочу, чтобы ты принял участие в первой съёмке Да? Скоро на всех экранах страны Если так будет, то я скину ссылку в Telegram Кстати, подписывайтесь и там я скину И на меня, на меня, на меня, на меня И на маму в Telegram подписывайтесь Поэтому вперёд, ссылки в описании А мы идём прокалывать ушки Ну что, ребят, мы пришли колоть ухо Вот уже маму посадили Кстати, левое ухо, хорячек Эх, хорячек, кстати, очень больно прокалывать Э, 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 э Если ты не знала, очень больно Столько крови будет, что капец просто Ты готова вообще? Ну, ты сама сказала, что что хочешь Ты бессмертная какая-то, маму меня Ты сейчас бачку снимешь, чтобы мальчика красиво была видна Вот так вот? Да? Вот так красиво Ну, шарик некой Синюю большую? Интересно, слушай Даник, у меня съёмки понедельник, вторник, среда Я вот с таким ухом на проекте буду Она будет скучная, типа Не должно, но чуть-чуть будет Ну, всё равно будет видно, понимаешь? Давай вот здесь тогда Давай В общем-то, ребят, я прокалул ухо Не хотел этого Это первое А во-вторых, надеюсь, это всё Нет, это не всё Посмотри, я такая модная Со серёжкой Надо обновить гардеробчик, наверное, чуть-чуть Ты знаешь, что я очень люблю твой вкус Едем покупать мне новые вещи? Да Шлёпа! Там шлёпа, Даня, купи шлёпу Ты же купишь мне шлёпу? Да Извините, а можно я шлёпу? Картой можно? Как-как-как ребёнок себя ведёт? Ей-богу Плюс балл? Плюс балл Теперь меня есть шлёпа! Спасибо большое вам за шлёпу Лучше бы его здесь вообще не вывешивали На самом деле Сейчас мы идём маме покупать самые сочные вещички Чтобы мама кайфовала и ходила Вот как я, красивые И не только вещички Что? Не, ничего А ещё я подумала, знаешь, что Было бы, наверное, неплохо встретиться Какой-нибудь твоей подружкой Поболтать по душам Ну, такой мини-дивишник устроить Да, ты же устроишь мне встречу с подружкой Плюс балл маме Я считаю, это очень крутая идея А кого позвать? У меня в целом подруг немного Ой, да конечно А я знаю, кого позвать Только она долго, наверное, будет ехать и далеко Вперёд! Выбирать тебе шмотки Да Пошла королева Выбирать тебе самые лучшие Самые красивые шмоточки Да, кстати, ребят, прикиньте Мы в Бершке Погнали Минус балл Вы тут всегда стояли? Минус балл О, кроссовки, кстати Может, маме их померить? Мама, не хочешь померить кроссовки? Килл Китти Килл Китти По-моему, прикольно же, нет? Минус балл Да что? Ты своё, Бай, ты видел? Покажи, вот так вот сделай Нет Лёха, это не вставляй реально Лёха вставляет Мама выбрала всякие-то шмотки Сейчас пойдём примерять их Посмотрим, что она выбрала вообще И оценим её лук Я решил тоже приплотнить, так сказать Идёт модненько Короче, девочка уже тоже выехала Она будет очень скоро, через минут 20 Мы сейчас принаряжаем маму И мама красивая пойдёт с моей подружкой болтать Ну что, поездки в Дубай Я готова, Карлсона вызывали Поберём это? А я думала, этот человек Разбирается в моде Ну, кстати Что-то в этом есть Вот эти, что на ней мне нравятся Женя Лизакуб поставил лайк под видео Женечка Лизакубенко Люблю тебя, дорогой В общем-то, чуваки Маме ничего не понравилось в магазине И мы уходим отсюда Мама решила пойти в другой магазин И нашла себе тапочки Для чего, не знаю Я хожу в баню Мне нужны тапочки в баню Это же логично Простите, а размер С и М Что значит? Что такое тапки М-очка? Это как? Мама Мама А, бери Всё, я хочу себе ещё водичку Вот это такая Какая-то не чёшная, кстати Не-не-не, не вкусно Пойдём дальше Пакет на бананте, пацаны Да, давайте Картой Ну ладно, давай я уже поношу Конечно, поноси Пойдём чехол мне для телефона купим Да, пойдём Что хочешь Не знаю С рисуночками прикольно У меня с рисуночками, например Значит, я хочу с рисуночками А чехол зачем? Непонятно Вот я уже с своим чехлом Больше полугода хожу Даже почти год Вот этот прикольный Даня, что думаешь? О, фиолетовый клёв Вот этот, да Фиолетовый клёв Давайте примерим Зелёный прикольно Он ещё светится в темноте Берём Мама транжира на самом деле Короче, чуваки Пока мы ждали нашу подружку Точнее мою Уже прошло столько времени Что мы успели приехать даже домой И посидеть здесь Но она уже поднимается на лифте где-то И вот сейчас будет Поэтому мы её ждём Вы уже, наверное, догадываетесь, кто это И, о, звонок в дверь Она пришла Здорово Да, кто не понял Это Миланка А кого мама ещё могла позвать Привет, солнышко Тут либо старшему, либо младшему Понимаете? Она точно невестка в будущем Ну что, сына Может, ты оставишь девочек одних Пойдёшь, пока сделаешь кофе или чаю? Да Ну что, пока ты Даник отправили делать чай или кофе Эти вопросы познаю Давайте Рассказывай У Дани вообще есть девушка? Вообще нет Ну, у него очень много, ну, подружек Ну, подружек-то я знаю, что у него много Он у нас общительный очень А какие мне девчонки вообще нравятся? Блин, на дочке красивые А вот балантиночки прям вообще Ва-ва-ва Вот так вот, понимаете? Очень любвеобильный ребёнок Слушай, он там всё ходит На какие-то тусовки Куда-то там ходит Такой, мы играем на стольные игры На что они вы там играете? Рассказывай На самом деле, по секрету скажу Ни в какие игры они не играют Они ходят на, ну, 18-плюс тусовки Нормально Так, а что это мне, Даник, звонить? Очень интересно Ты не можешь найти кофе? Да мы отлично на самом деле Всё прекрасно А ты чё так переживаешь? Всё окей? Ты там кофе, кофе сам, ну, сделаешь, я надеюсь, да? А я чай люблю Чай? Ну и нам чай принеси Ладно, всё, не мешай болтать Пока-пока Чё ты там так переживает? Боится? То, что секретики разгром Секретики? Секретики Ну я же вам доверяю Ты такой, да, конечно Да я же хорошая мама, правильно? Так, что бы ещё такого спросить? А он ни с кем вообще не хочет встречаться там? Ну не говорил, может ему кто-то с девчонок там нравится? Он говорил то, что вот как увидит свою судьбу, так и будет А пока ничего нет Прям как в сказке, понимаете? С девчонки, короче, у вас у всех есть ещё шанс Парень вырос почти восемнадцать Уже как бы пора бы подумать Прикольно А как лучше Даник учится? Ну, учился в школе Да, Даник учился Он учился? Ну и на самом деле ещё класса, наверное, до пятого Ещё было всё не так плохо А вот после пятого Вот, стало просто не так Вот, ну и на самом деле он У него была хорошо всегда физкультура У него была хорошо всегда физкультура Глота подъём! Слушай, а что он про меня говорит? Интересно Ну вот, когда мы всё время гуляем Вы можете там позвонить ему набрать Спросить Даник, ты где? Во сколько дома будешь? Ну он говорит, что вот Мне моя мамочка звонит Самая лучшая Какая милота Какой же он у меня всё-таки замечательный Солнышко! Дуся! Данил Дмитриевич, пожалуйста Подойдите сюда Так-то правильно Ну, пообщались, да? Всё хорошо? То есть всё Ничего страшного Ничего страшного Это меня радует Ну что? День уже почти закончился Что ещё сделаем? Я знаю! Ты никогда не хочешь снимать со мной тикток Я на сегодня ты не сможешь мне отказать Снимаем со мной тикток Давай, у тебя есть звук Сейчас подумаем Сейчас милашка звук нам выберет Девочка Венды У меня карта В поддержку Женечки Лизагуба Давайте Давайте Снимаем под девочку Венды Ребят, извините Немножечко прервёмся Но в этом ролике Мне эксперты Очень много поставили минус баллов И я решил с вами сыграть небольшую игру Кто посчитает Сколько эксперты поставили мне минус баллов За весь ролик И напишет об этом в комментариях Я каждому пролайкаю их комментарии Поэтому Пишите в комментариях Сколько оценщиков с вами минус баллов А мы продолжаем ролик Лево, право, лево, право Парта Ладно Короче, сейчас будем жёстко импровизировать Девочка, у вас движение Разрешите использовать трек, пожалуйста, в ролике Ладно, Миланка Всё, мы сняли Можешь потусоваться там Пока Пока Сегодня я целый день говорил маме Да Да Если хотите вторую часть Где мама мне говорит Да Давайте наберём под этим роликом Давайте, чтобы я понял, что вам было интересно 100 тысяч лайков И мы её снимем Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мамину И соцсети На мои соцсети И всем огромный Пока Бонжур Ислам Пока